сильные женщины тоже плачут уже за январь я третий раз пеку блинчики ешь не хочу тогда я говорю теперь могу тушить сама капуста она такая да ладно звонили с мамой сейчас поболтали чуть-чуть это рыбка я решила запечь раскрываем грудную клетку и на выдох прям скукоживаемся обнимаем себя стоим уверенно на ногах сгибаем колени округляемся вдох и выдох активно еще активнее прям со сброса хорошо разбрасываем расслабьте ногу с пальцами и что ваш день станет лучше благодаря этой зарядке друзья напоминаю что самое главное самое важное что правильно регулярность дисциплина поэтому делать зарядки каждый день и мы обязательно обязательно почувствуйте как вам становится легче просыпаться как вообще круче себя чувствуете ощущать особенно если вы ведете малоподвижный образ жизни обязательно сделайте утром зарядку и потом обязательно похвалите себя что вы молодец как видите мое тело продолжает быть стройным потому что я занимаюсь фитстарс уже больше года и вопрос с тренировками вообще у меня закрыт как брать абонемент куда-то идти куда-то тем более сейчас погода такая не кайф и в любой момент как только я настроена как только решила я включаю фитстарс и занимаюсь со своими любимыми тренерами покажу вам с компьютера платформу свою здесь 155 программ на разные направления смотрите сейчас даже направление покажу в по направлению посмотреть йога пилатес кардио зарядки боли в спине ягодицы тонус мышц пресс комплексные танцевальные образовательные курсы 52 курса уже обалдеть молодость лучшая версия твоих волос да тут косметология для волос для похудения по правильному питанию очень много всего здесь а еще здесь огромное количество рецептов завтраки обеды и ужины посмотрите 152 рецепта и кстати с калорийностью все здесь высчитывается сколько готовится и сколько килокалорий тренера прекрасные потому что я со многими уже занималась многие программы здесь заканчивала вообще начинала с программ как похудение с ольгой и с михаилом уже забыла новая жизнь вот это вообще первая программа с которой начинала я вот тогда привела свое тело в порядок и до сих пор она у меня в порядке просто поддерживаю минимальными зарядками зарядка этом сколько на 7 10 минут длилась всего лишь каждый день вообще несложно ну а если пропустил тоже ничего страшного никак это на тело моё не повлияло кстати мне очень приятно когда я работаю с девочками да многие приходят ко мне в работу девочки которые смотрят меня да и когда мы работаем да там с похудением заеданиями да с такими какими-то вещами именно психологическом направлении мне так приятно когда говорят что вот фитстарс ты занимаешься я тоже на фитстарс так что многие дают мне обратную связь что приобретают фитстарс и кстати все довольны ну а теперь самое приятное в январе при покупке безлимит премиум вы получаете 70 процентов скидку по моему промо коду кроме того у них есть рассрочка также участвуйте в акции щедрый январь оформляйте подписку и получайте сертификат на 5000 рублей фирменном магазине фитстарс шоп торопитесь потому что количество подарков ограничено обязательно прочитайте условия акции на сайте такая акция будет только в январе поэтому не упустите возможность товары в магазине фитстарс шоп можно приобрести абсолютно разные это коврики и резинки гантели это очень выгодное предложение потому что практически сумму подписки вы возвращаете себе обратно в виде сертификата вот такая вот акция в январе присоединяйтесь к нам к тем кто уже занимается давно на платформе фитстарс и очень доволен ссылочку я оставлю под видео регистрируйтесь и оформляйте подписку премиум как у меня мы вот пакеты вынесли давай донька еще будешь давай вы туда только и место побольше надо как-то аккуратнее зайка вот это давай все теперь маму снимай да да что там ну понятно спасибо второе января вы вышли из дома с дэнкой выбросили мусор и сейчас я иду выгрыть них не знаю как правильно называется гриднев или грибнёв хочу взять уж не вы штрудель но у меня есть сомнения что они там свежие и вообще есть сомнения что они работают света нету они не работают залька печаль короче город вымер реально все закрыто и мы еще один сходили тоже там закрыто я решила пройтись так про ячка вообще посмотреть вот торты и торты есть я хочу пироженка в год пойдем ногу че вообще открыто если все будет закрыто еще хочу рыбки взять тунца если все будет закрыто буду вкусняшки готовить дома никого нет район тишина они какой-то ребенок кричит короче говоря я живем купили даньки киндер и мелкие клубичные да да все мои магазины закрыты не рыбку не купила не но вкусняшки там просто я смотрю остатки не хочу я люблю все свежие брать вот в итоге чуть-чуть во вкусный дом не зашли блин ну ладно начни судьба далеко и тенька короче сейчас блинчики пожарю запеку рыбу может быть с картошкой уже давно хочу что готовить тоже да я попросила меня жили покажи что-то такое-то устроил но хоть вкусно тоже попробовал вкусно это ну-ка откуси кусок и в прошлый раз на столе все это делаю я говорю не куплю тебя пошатым баловаться не буду да да я прилавки не показала прилавки все пустые хлеба нет булочек нет я взяла одну с 31 числа булочку еще а хлеб пришла домой смотрю достаточно хлеба у нас еще короче прыгулки вообще меня так утомляют она чем-нибудь разморозить рыбу или курицу нелегкое решение что же я хочу рыбу или курицу так что у нас сегодня дальше по плану это рыбка я решила запечь рыбку с картошечкой через две минутки будет готова поняла что сегодня наверное я убираться не буду сегодня у меня день готовки ну прибираюсь чуть-чуть то посуду помыть то блин с пола что-то поднять поскладывать прогулялись и готовка и все еще нету так чтобы много дел в один день вчера видимо по убиралась устала сегодня такой лайтовый короче день через день получается не каждый день буду убирать чуть-чуть посмотрим завтра чем у нас третье число завтра точно чего-нибудь поубираю смотрю так смотрю сериальчик сейчас буду вкусно кушать пить чай кайфовать короче так созвонились с мамой сейчас поболтали чуть-чуть пока с ним болтала смотрю на печку что надо ее почистить чтобы она была у меня шикарная красивая стена еще короче фаберлик на такое беру средства это не очень жестко но она как бы хорошо очищает отчетия пеночкой нанесла все это 5 минут постояла так все красоту навела чего ты злишься да я тебя жду одевай штаны в теплой и так решили чуть прогуляться солнце конечно уже села как мама и сказала в 4 уже солнца не будет без 5 4 уже солнце не оделся носки одевай и пока я чистила плиту солнце села но мы все равно пройдемся до магазина возьму рыбки которую я хоть хотела хочу принять сегодня ванну думала сегодня на аэрографика они сегодня на завтра я уже настроилась сегодня рисовать финансовые доходы свои она будет сегодня сегодня с мамой поговорили виталька уехал в деревню и будет как раз после 5 вот мне надо еще получается за это время может быть еще пару мешков собрать или один хотя бы собрать будет три мешка всего ой хорошо бы что в машину поместился к нему так вышли из дома ты не сделал все взял и робота и телефон сейчас идем магазин за рыбкой прогуляемся а ветерок небольшой свежий воздух кайф мусор выбросили еще пакетик тогда не захотел побегать на треке для самоката паркур устроил класс 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 куда все думаете мои хорошие я не дремлю короче свет прикрепила сейчас сама прикрепила блять и не так прикрепила ёшкин кот а это я чисто проверяла свет блин я еле-еле прикрепила твою лихай ладно короче надо это отсоединить час и через дырочку там проделать и короче мне нужно новые дырки здесь сделать и присобачить это все к потолку очень знаю как это будет дело сейчас ну догадываюсь я тут уже взяла сверла как раз открою сейчас сначала дырки проделают этот неудобно на весу будет дырки я брат в деревне можно его конечно подождать но я же нетерпеливая я решила здесь дырки которые есть сейчас попробую через них это дело продеть короче по-хорошему надо сначала держи что поделать это очень тяжело а зачем ты кинуть шум поделать да все не могу я это делать но сейчас включу и тоже не в силу с этим справиться мои хорошие вот что значит человек который добьюсь своего все равно короче я ковырялась полтора часа в итоге я придумала обклеить по периметру фух о господи вот такой вот штучкой это самоклейка я приклеила все на самоклейку держится но она была кривая короче конкретно кривая как-то проседала и в итоге я взяла и один шуруп прикрутила и он прикрутился потому что шуруповерт короче не крутился у меня в стену он он в стену вбивается и короче вываливается вбивается вываливается я не знаю как это прикрутился в общем смотрим вроде ровненько да все цвета и ночник я рада такой бардак сейчас здесь мне надо чуть-чуть подождите и здесь бардак и там бардак я же даже когда она ну прикрепилась я что же не поверила думаю серьезно прикрепилась я уже думала реально нужно будет ждать брата и я уже начала или электрика своего который все это вот здесь сделал узнавать телефон его у меня же телефон поменялся в позапрошлом году начале 22 и половина контактов слетели как-то я не знаю когда они сохраняются непонятно я уже начала с телефона электрика своего узнавать у мамы уже спросила вот брат будет только через два дня я же нетерпеливая душа думаю ну чё я реально не могу сделать что и тут хочется спеть песню сильные женщины тоже плачут если слез не видно это ничего не значит вот когда живешь одна научаешься делать все дэнни и и на этом месте дэнни нашел чипс дорогие мои ну все я прибралась это реально победа я могу сказать знаете почему потому что этот цвет больше года точно у меня не работал сначала он не светил просто перестал светить где-то год наверное я никак не могла вообще заняться этим светом а потом когда я в конце концов дошли у меня руки я зашла в леруа и мне выдали новый свет потому что гарантия у него три года я вот положила такая думаю ну блин в голове думаю ну все там надо дырявить все это короче но так как теперь я другая я новая короче это победа вообще это день просто это x день спина болит руки болят но я счастлива потому что я смогла это сделать все ем чипсы больше чипсы брать не буду это я давно купила дынька нашел капец это очень вредная дыня для желудка поэтому мы едим чипсы больше не покупаем не покупаю потому что они вредные понял сериал включу сейчас потом чай попью отблагодарю себя доброе утро мои хорошие вообще никак не могу на нормальный режим прийти мы просыпаемся в 12 после 12 часов короче он и сейчас вот пицца сгорит она надо пузырь давай быстрее так из новостей что заказала себе надо пузырь и сейчас горит чипсу дивана не могу я на него смотреть просто он меня убивает я рада 3000 будет стоить это не так дорого мне кажется дешевле чем чехлы купить так сегодня у меня день начался с того что я смотрю сериал завтрак стиффани я никогда не смотрела этот фильм вот и еще решила принять душ уложила челочку через два часа у нас нейрографика начнется финансы будем прописывать я вам уже говорила что еще я определила свое место силы кстати да ванна это мое место силы каждый раз когда я сажусь включая горячую воду направляю ее на себя у меня в голове сразу образуется поток мыслей и я могу задавать любые вопросы то есть у меня рождают точнее у меня рождаются вопросы тут же рождаются ответы идеи вообще самые лучшие вот реаллс идеи видео у меня все на самом деле возникает вот в ванне под горячей водой или перед сном когда я ложусь спать то есть перед сном мне как будто мозг расслабляется и у меня тоже начинается картинки то есть я мог готова рилс написать просто вот Я беру заметки и такая, так, 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 все, готовый рилс, готовый сторитейлинг, что я хочу донести, что я хочу сказать и зачем, в общем-то, два таких места сел. У меня ванна, горячая вода так влияет на меня и подушка, подушка перед сном, вот, и как раз, когда я запишу там один-два рилса, да, там, или идей каких-то, и все, у меня поток сразу стихает, и я засыпаю. Представляете, как бывает. Сейчас думаю приготовить себе что-нибудь, покушать вкусненькое. Думаю, что приготовить, не знаю. Может быть, потушить капусточку с колбасочкой. Моя любимая еда. Наверное, так и сделают. Вчера, кстати, созванивалась с мамой, и я ей сказала, что, говорю, мам, сейчас я светку выключу. Чтобы он не светил сильно. Я говорю, мам, я купила капусточку, говорю, чтобы тушить. Я говорю, теперь могу тушить сама капусту. Она такая, да ладно, ты что, шутишь? Представляете, да? Насколько я не люблю. Не любила. А сейчас как будто все равно. Ну, приготовлю. Себя-то я люблю. Себе любимое приготовлю. Так, ну что, день сегодняшний. Включаю суперсвет в моей комнате. Я убрала одну вешалку. Это победа, это счастье. У меня вот так вешалка стояла полная, и вторая вешалка вот здесь стояла. И еще у меня вот здесь вот постоянно вот эта штука стояла, а на ней вечно навалена гора вещей. Я, короче, все разобрала. Получается, прям часть убрала и прям свободно стала дышать. Вот это все вещи на продажу. Здесь я вывесила, да? Ну, там вот еще лежат. И в комодике лежат вещи на продажу. Вот. Немножечко тут прибрала. Ну, как смогла. Короче, тоже вещи опять упорядочила. Зимние положила там. Такое все. Там домашка вся лежит. Домашки много, я столько не ношу вообще. Надо тоже ее все переполовинить, но я уже так устала. Короче, пока так. Теперь я могу снимать себя в это зеркало. И вот там еще вещи тоже надо будет разобрать. Короче, и на фоне ничего нет. А так на фоне я все время не снимала себя в это зеркало, потому что на фоне у меня куча вот... Ну, была вешалка постоянно вот такая вот на фоне, которая не кайф была. Так, что-то рябит. О, так нормально. Ну, вот. Короче, потихоньку прибираю. Ладно, выключу. Потихоньку прибираю, освобождаю, сдвинула телек. Маленький телек. Вообще сюда надо побольше телевизор. Время, да, видите, без пятнадцати час. Побольше телевизор хочется сюда. Вообще такое, ну, хорошее. Но это потом уже, когда, наверное, вместе с любимым будем, он по-любому захочет. Сюда телевизор тоже. Вот. Это так маленький я повесила, чтобы Денька не скучал. Когда я работаю, я его в комнату отправляю. Хотя он больше не телек смотрит. Он давно телек не смотрел. Он либо в игрушки какие-то играет на телефоне, либо поезд. Ему так сейчас интересно. Он строит эти поезда симофортом. Короче, ему нравится. И он вот играет, снимает на видео, показывает мне, как получилось. Я встала. У меня болит спина. Это кошмар какой-то. Еще сегодня нейрографику рисовали. Три часа. Три часа рисовали. Очень классно. Было много человек. Вот. Было хорошо. Сейчас я чайник закипятила уже. Сейчас я чай допью. И досмотрю фильм «Завтрак у Тиффани». Я его никогда не смотрела. Я не знаю, снимала вам сюда или нет. Никогда не смотрела, но часто слышала, что типа нравится «Завтрак у Тиффани». Многим нравится. А я даже не понимаю, о чем там речь. Вот решила посмотреть. Я потянула такие старые фильмы всякие разные. Вот. Завтра у меня игра трансформационная с девочкой. И завтра у меня консультация еще. Короче, завтра два раза я работаю. Консультация и игра. И что еще завтра можно поделать? Вообще никуда не курсы выезжать. Я бы вот так вот дома бы и провела. Вот чисто Деньку просто, чтобы он побесился. У него энергии так много. Он скачет просто на месте даже. А мы как-то по минимуму гулять. Выходим холодно на улице полчаса, час максимум. И все. Я не могу так долго гулять. И надо видео же еще снять. Тогда с распродажей потихоньку распродавать. А что не распродается? Я сразу все сложила и отдала. А, я же вам не показала. Третий мешок. Да. Вот он, третий мешок. Нарисовался уже большой. Вот такой. Все, три мешка. Я не знаю, Виталий как поместится все это дело. Машина вообще. Короче, отторопали. Там повыбирают. Что понравится, оставят. Что не понравится, падают тоже кому. Диванчик до. И диванчик после будет. Такой вот он грязненький. Это я еще достала подушку. Чтобы все подушки, потому что входят в чистку, подушки еще. Чтобы все подушки мне почистили. А здесь у меня молния сломалась. И надо молнию сделать. Ну, пусть почистят этот чехол. Я его потом отдам, чтобы молнию сделали. Короче, а тут еще, видите, какой он черный. Вообще, я его последний раз, когда чистила, уже вообще никак не чистился. И еще Денька гуашь вот здесь вот сделал. И тоже я очищала, очищала. И вот такие желтые пятна остались от этого. Ну все, ждем. Через час уже будет. Через час. Так, ну что, нам диван почистили. Мне очень понравилось. Он сейчас мокрый. Ему еще шесть часов высыхать. Но пятна остались только вот. Вот это пятнышко осталось. Вот это вот. Ну, это уже они какие-то жесткие. Уже не выэтываются. Вот. В целом, вы знаете, довольно быстро. Час ушел на все про все. Вот. Это вместе с подушками. Пять, четыре подушки. Одну я постираю, потому что она там порвалась. Вот. И внутри помылась, снаружи как бы все. Короче, я решила, что я не буду чехлы брать. Потому что на самом деле, правда, очень удобно. Раз полгода можно его вызывать. Три тысячи заплатила. И нормально все. Еще он посоветовал, что если что-то, например, гуашь там не отмывается, да, он говорит, что лучше не затирайте, потому что вы втираете все внутрь. Лучше позвоните и локально убрать что-то. Вот. Особенно там новые диваны и так далее. Так что оставляю так. Так, я когда вижу какой-то красивый красный закат, выбегаю сразу смотреть. Ты доволен? Да, да, доволен. Не знаю, что происходит в последнее время, но уже за январь я третий раз пеку блинчики. А я перчатки отъеду, чтобы я не лезла. Смотрю кино. Посмотри, как телефон разбитый. Да. Разбитый. Что, мои хорошие, продолжаю быть шикарной хозяйкой. И я запекла курочку, бедрышки, как я люблю. И с картофелем, с чесночком. Сейчас буду кушать. Кстати, я не заметила и забыла и посмотрела, что я приготовила. Сейчас я поставила на 28 минут в режиме разогрева. Я не поставила режим другой духовки. У меня как на разогреве было, так на разогреве. И 28 минут приготовила. Сейчас буду пробовать, что получилось. Так вкусно получилось. И сочно, и нежно, что даже ничего не хочется добавлять. Вот я думала помидорчиков нарезать или хлеба взять. Вообще ничего не хочется. А курочку? Да. Так, мои хорошие, поела я. На самом деле, я уже сегодня будет третий день, как я монтирую это видео. Новые рубрики. И я теперь понимаю, почему мне так сложно было к этому видео вообще подлезть. Потому что реально это три часа. Три часа я наснимала. Это много. И, конечно, тратить столько времени на монтаж и на съемки, сколько было, да, и подготовки. Ну, даже больше, на самом деле, на монтаж уходит вот это вот все. То есть на съемку получилось три часа. Я устала очень сильно. А потом это все дело монтировать. И я совершенно не хочу монтировать три часа. А еще для меня очень сложно вообще. Вот, допустим, три часа материала. И там все важно. Все хочется сказать. Все важно. И я не могу три часа уменьшить до часу. Это просто очень сложно для меня. Потому что мне кажется, блин, теряются смыслы. Самое важное. Вот. И я поняла, осознала после этого ролика, что я не буду делать такой полный разбор. Потому что Максим, я прям, ну, это мой внутренний перфекционист. Ему прям хочется все-все-все докопать, доразделить, все разложить. И вот так вот сделать. Поэтому я посмотрела одно. Потом второе интервью. Потом нашла видео с биографией вообще. Чтобы вообще картинка прям максимально полно сложилась. Вот. Ну, я постараюсь сейчас повырезать, еще подчистить, чтобы прям самые такие моменты прям оставить. А то, что дело особо не касается, то можно как бы и не вставлять. Буду, короче, снимать одно интервью. Выбирать какое-то одно интервью. Я перестала интервью сейчас смотреть. Потому что я понимаю, что я сейчас начну интервью смотреть. Все, начну записывать сейчас. А мне уже нужно интервью теперь смотреть определенным образом. Не просто вот так легла на диване и смотрю интервью. Нет. А прям сразу уже его скачать, смотреть. И сразу уже готовить, короче, к видео его. Иначе это будет очень много времени потрачено на все эти съемки. Я не люблю, когда слишком много времени тратится. Я потом, получается, сложно мне к этому потом подойти. И оно все оттягивается, оттягивается. Должна быть легкость. Вот. Чтобы была легкость, нужно вот так вот мне укоротить. И с одного. Будем делать с одного. Выводы будем делать с одного ролика. Так что я монтирую. Я в процессе. Я думаю, сегодня, наверное, я добью его уже. И потом нужно будет его сокращать. Как-то вообще. Так, у нас с Деней тут игра не на шутку. Да, давай. Крути баранку. Что же, Даньке, выпадет? Перчатка! Иди, тыщ! Теперь я. Подожди, я теперь маму. Кручу. Интересно, что маме выпадет? Че? Я отлакаю. Это не конфетка, да? Конфеты будем есть, только если выводит. Ура! Конфетка! Поздравляю! Капец, короче, у нас погодка сегодня. Сегодня 8 число. У нас встреча с девочками. Садик не работает. Мы с Деней. Метель, снег. Первый день сегодня. Минус 4. Новое место еще, блин. Хрен знает где. Бизнес какой-то. Бизнес пространство. Нетворкинг. Надо еще его найти. Каждая из вас создается общая картина. Если бы вы не открывались, не было бы связи. Если бы вы друг другу не помогали, не было бы вклада. То есть концепция бы не работала, если бы вы друг другу не оказывали услуги, не платили даже друг другу деньги внутри. Мои хорошие. Вообще спать хочу. Капец. Надеюсь, сегодня... Вот прям пораньше я лягу все-таки. Сегодня... Короче, вчера я легла в 4 утра. Начало 5. В 9 я проснулась. Помыла голову. Собрала себя. Все это делала через силу. Просто у нас сегодня была последняя встреча в третьем потоке по личному бренду. И так как я дальше не иду, пока что решила сделать перерыв, я прям считала должным пойти туда. Взяла Деньку. На улице у нас тут снег, непонятно что вообще. Мы туда уже подъезжали, когда это я вам еще снимала, еще более-менее погода была. А потом что-то вьюга как накатила, и аж прям по лицу били острые капли. Как, знаете, град, только мелкий такой. Так было больно по лицу. Короче, встретились с девочками. Все. Карту желаний. Я вам показывала в машине. Там сделала себе, наклеила. И пришла домой. У меня была трансформационная игра, которая плавно перешла в консультацию. Вот. И все. Потом с братом пообщалась, с сестрой пообщалась, с Любашкой пообщалась. У брата день рождения завтра. А с сестрой договорились тоже о встрече на выходные, короче. И сейчас я вот сижу. Понимаю, надо пойти умыться. Ну и понимаете, сколько я поспала, да? Сколько? Четыре, пять часов? Вообще не выспалась. Ну и хорошо, если я пораньше сегодня лягу. График мой поменяется. Еще я не знаю, завтра, кстати, везти Деньку в сад, не везти. Не знаю. Вообще не пойму. Хочу выспаться, естественно. Вот. И я смонтировала уже видео. Все сделала. Все-все-все. Осталось сделать только обложку. И оформить видео новой рубрики. Вот. Чему я несказанно рада, но сил сегодня это делать нет. Вот, наверное, завтра я встану и все дооформлю. И завтра уже опубликую это видео. Оно, скорее всего, выйдет раньше, чем этот влог. Капец, я засыпаю. Просто засыпаю. Так что до завтра. Привет, Ульки. На улице снег у нас, минус 10. Снежок не лепится ни хрена. Просто реально бандерлог прям вылезла из зимней спячки. Сейчас свои посылки заберу и отправлю, и куплю все, что хотела. Мы пораньше за ней выходим. У нас сегодня первый день. У нас сегодня первый день. Ай, какая. Да. Как ты. Капочки. Любимые капочки. Это. Смотри, вот там, где желтенькая, это написано. Собачка или кошечка. Там не трогай. Короче, пораньше вышли, чтобы сделать какие-то дела. У нас дошкольная программа. В школу, короче, мы идем. В садик мы не ходим. Два дня я его не веду в сад. Потому что мне не кайф утром вставать. Ну и в целом у меня, ну как бы нормально мы вообще с ним. Не напрягаем нифига друг друга. О, Любочка звонит. Короче, сейчас в школу и дела по дороге сделаю. На улице холодно, тут уже лицо красное. А я, знаете, где я сейчас нахожусь? На районе. Рядом с моим районом. Короче, где я раньше жила. Голубые ели. Голубые ели. Вот там мы с Зенькой гуляли. Помните? Кто помнит? На площадке. Вот в этом доме мы жили. И мне очень нравится. Это мой райончик, место. Оно такое тихое, классное. Я бы здесь квартиру с удовольствием купила бы еще. Ну, наш, конечно, ЖК, он вообще такой классный, весь крутой, навороченный там. Да? Но этот такой спокойный, какой-то уютный. Короче, он мне нравился здесь. Это мое первое расширение было. Это я все по каким-то, знаете, таким дешевым местечкам скиталась, да? То, ну, здесь вот в Ростове-то вот жила вот в таком там халабутке небольшой, да? А потом такая думаю, а что я не могу себе позволить? Вот эти, на самом деле, голубые ели, они вообще, когда только строились еще, это вот как сейчас, мне кажется, мой ЖК строится. Это один из лучших ЖК у нас вообще в городе Ростове-на-Дону. Вот. А когда-то давно, когда я была маленькая, вот так вот голубые ели строились. И все вот там у нас на районе, типа, ах, голубые ели. Типа какой-то район крутой, дорогой, деловой. И я помню, там, наверное, богатеи только живут. А вот когда с блогерства у меня все пошло-поехало, я стала хорошо зарабатывать, я сняла здесь квартиру. Платила за нее 30 тысяч рублей в месяц. Там плюс коммуналка. 34 получалось, по-моему. Ну, короче, я уже точно не помню, если честно, но что-то около того. Вот. И жила вот в этом районе. И сняла на своей крутой тачке. Инфинити у меня был тогда. Вот. И да, я тогда почувствовала вкусы жизни. Раньше это было только в мечтах. Я даже и не думала, что у меня будет своя квартира. Вообще, это моя мечта жизни была, квартиру иметь. Я сколько жила в Москве. И я вам скажу, что я тусовалась не с бедными людьми. Да, то есть я в тусовках очень крутых тусовалась. И денег всегда было на волом. Вообще. И девчонки были с деньгами. Мужчины были с деньгами рядом. Но вообще тусовки, то есть, как бы, понимаете. Реально. Возможности. Но от того, что в голове тум-тум. Ну, молодая еще там, знаете, ожидания какие-то там, мысли, страхи. Всякая херня, короче. Оно все мешало правильно вообще распродиться деньгами. И в итоге по 30 лет, а у меня толком ничего нет. Хорошо, это я уже умудрилась к тому времени насобирать денег, чтобы купить за миллион триста, триста пятьдесят вот эту маленькую свою комнатушку. Которая потом сыграла большую роль во первом взносе. И в итоге я, уже будучи здесь, в Ростове, не тусуясь в этих всех тусовках крутых, просто зарабатывая денежку, сама себе обеспечила квартиру. Да еще какую квартиру, о которой я даже не думала. Я думала однушечку хотя бы маленькую, а в итоге трешечка такая хорошая. В самом лучшем ЖК Ростове. Да, новая школа, новый садик. Кайф. Ну, ремонт у меня не супер классный, но это все впереди еще. Я просто не люблю ремонтом заниматься. А деньги я еще зарабатываю не столько, чтобы, знаете, херануть там пять миллионов, например, в какой-нибудь крутой ремонт. А вообще я лучше квартиру еще одну возьму. Чем пять миллионов примут. Ну, пока так. Ну, пока я так мыслю немножечко на своем уровне, да. Свои ограничения как бы есть. Кто-то мыслит там квартирами по 20-30 миллионов, да. А я мыслю квартирами пока по пять миллионов. Пять-семь. И ремонты где-то так тоже не очень. Чтоб дорого было. Вот. Ну, продолжаю расширять. А куда я иду вообще? А, я в ателье. Продолжаю расширять свое видение для того, чтобы было нормой. То, что сейчас для меня норма, а раньше не было нормой. Я хочу, чтобы теперь то, что сейчас для меня не норма, и кажется, ого, чтобы это стало нормой. Это рост, развитие. Это нормально всегда расширять. Короче говоря, как я вам сказала или не сказала, или свекрови своей рассказывала. Короче, вышла я, набрала пакет, чтобы посылку отправить, в ателье сходить. А вот в ателье закрыто переезжает. Этот не работает. Яндекс там в этом у нас на районе. Я, короче, Зиньку отвела, пошла сейчас на другой район. Вот. Посылку отправила. А ателье в итоге все равно не могут мне сделать. Говорит, бегунок надо вам. И где я буду искать бегунок? Я думала, какой-нибудь... Ой. Я думала, какой-нибудь стандартный бегунок там. А она говорит, нет, я не найду вам бегунок такой. Короче, я сейчас поняла, что не надо, наверное, тратить на это деньги. Искать бегунок, вот это вот ателье, вот это вот ходить, вот искать. Просто возьму сейчас дома, зафигачу туда эту подушку и просто зашью, и все. Сижу. Сейчас уже будут везти детей минут через 10. Ой. Сижу, немножечко переживаю, потому что сегодня как раз вот этот кусочек вам вставлю до-после, как я выставила премьеру. Премьеру видео. Еще не выставила. В 19.00 я ее назначила в своей новой рубрике «Глазами психолога». И два часа будет премьера, и два часа я буду в чате чатиться. Всех предупредила, анонсы сделала. Надеюсь, придут люди посмотреть. Я очень переживаю, потому что это что-то новое. Это, ну, несмотря на то, что я все время делюсь своей экспертностью во влогах уже, да, и опытом, и всем, что у меня происходит, и какими-то моментами, все равно, когда вот новую рубрику открываешь, и человека другого как бы разбираешь, да, обсуждаешь. Вот. То есть есть какие-то моменты такие. Ну, короче, я переживаю по поводу новой рубрики, как она вам зайдет. На мой взгляд, она реально классная, очень и полезная. И мне в свое время такая рубрика у других блогеров, у другого блогера очень помогла, была реально очень полезна и интересна. Поэтому хочется тоже делать что-то свое такое, потому что другой взгляд, другой человек. Короче, я переживаю по тому, как она зайдет, не зайдет. Ну, все равно, чтобы посмотреть полностью, как вообще она заходит, не заходит, это, ну, одного видео мало, их надо много сделать. Вот. Поэтому много сделать, разных звезд. Короче, я переживаю сейчас. Расскажу вам, как потом пройдет все. И все, и впечатления, ожидания реальности. Мы с Денькой со школы идем, а у нас тут каток. Ну-ка, дай маму тут попробуй. А, здесь не так скользко, а там было скользко, более скользко. А то. Че ты падаешь? Сейчас будешь мокрый. Да больно сильно. А ты держись на ножках, старайся не падать. Где у меня сказка? Ой, у меня как солнышко. Да и сейчас весь мокрый будешь. А тут смотри. А, у меня просто не скользят, наверное. А, у меня просто не скользят, Я хочу. Там Артёв. А, хочешь снимать? Давай, убрись. Давай, я в тебя. Давай. Давай. Ауч! А я в тебя. А ты в меня будешь кидать? Что надо сделать? Съесть снег. Зачем? Зачем? Он вкусный. Хорошего. Вкусный? Или... Или что вы поставили? Что? Лайк. А если я не буду есть снег? Ешь. Не хочу. Тогда я. А мы до этого шли. И он мне говорит, мам, ешь снег. Чтобы тебе поставили лайк. Я говорю, не хочу. Тогда тебе ребята не поставят лайк. Я ржу. Мои хорошие. Аэрографика. Я сейчас зашла в интенсив к девочке. И мы там собираемся с девчонками. И, короче, начали мы год с того, что прописали цели финансовые. И, короче, там целый алгоритм, целый курс по нейрографике для того, чтобы закрепить и усиливать вот это вот с помощью нейрографики достижение цели. Да, с бессознательным работаем. Очень интересно, на самом деле. Просто в группе даже встретиться и порисовать. Очень много всяких интересных вещей поднимать. Карандаши нашла офигенные. С фикс прайса, на самом деле. Охранительные премиум класса карандаши. Дэн, сделай тише, пожалуйста. Прям потише. Очень громко. Вот. Сегодня 11.01. Сегодня новолуние день я снимаю. Слушайте, несмотря на то, что, наверное, новолуние и эти цифры — это не психология, но я не ограничиваю себя одним каким-то видением. Я вообще буддистка со стажем, и у меня буддийский взгляд с 2007 года. И буддизм — это больше, чем психология. То есть буддизм идёт дальше психологии. То есть до определённого уровня, на относительном уровне у психологии и буддизма одна и та же цель, чтобы сделать людей более счастливыми, осознанными. Но где психология останавливается, буддизм продолжает ещё. Поэтому у меня виденье и взгляд вообще на всё более широкие. Но я точно отслеживаю, где психология заканчивается. Я работаю в рамках психологии. Но если ко мне приходят клиенты с более расширенным взглядом и задаются более глубокими вопросами, то с этим я тоже могу об этом поговорить, во всяком случае. Опыт есть. Опыт даже есть. Не только знание. И я не ограничиваю себя чисто психологией. Я где-то даже и астрология, косвенно как-то. Я не изучала всё это, но натальные карты, например, у меня есть. У меня, у сына, у мужа. Я всем сделала натальные карты. Я не руководствуюсь ими, но мне было интересно почитать, что-то для себя взять. Нейрографика — это тоже такая, знаете, работа с бессознательным, да? То есть какие-то моменты. Возможно, к арт-терапии, наверное, отнести, к психологии. Ну окей, нейрографика там к психологии относится, да? Ну, мирология, ну, сейчас на самом деле столько направлений, столько смешанных всяких штук, что оно так переплетается, что даже уже где-то и не поймёшь, где психология, где нумерология, где астрология. Оно всё вот так вот уже переплетено, одно из другого выходит. Вот. Но вопрос с энергиями всякими, да, разными энергиями. Там энергия вещей, энергия квартиры, энергия людей, энергетика, да? Есть на уровне психологии объясняются какие-то вещи, да, что это такое. Потому что феномен поля в психологии тоже есть. Особенно в гештальт-психологии мы часто об этом говорим, о феномене поля. Когда в поле начинает что-то появляться, да? Когда человек что-то не чувствовал, а вот сейчас мы начинаем работать, и раз, и все начинают чувствовать что-то похожее, да, или что-то разное у каждого своё. То есть или события начинают какие-то происходить в поле, да? Вот. Ну и люди, которые более тонко чувствуют, они прям чувствуют это поле. Они держат это поле. То есть можно прям почувствовать, как ты держишь поле. Особенно, когда в группах работаешь, это очень сильно чувствуется. Ну, если у тебя прокачана чувствительность, то ты можешь это почувствовать, да? Как ты держишь поле. Как, может быть, что-то выходит из поля, или ты не держишь поле. Вот. Ну, короче, поэтому я... Мне прислали видео, что сегодня 11.01. Я так бы не знала. То есть я не гуглю все эти штуки, потому что я не энергопрактик, и как бы сильно всё это дело не изучаю психолог. Я работаю на уровне психологии. Но вот так как я связана с энергопрактиками, да? У меня там девочка энергопрактик один, другой есть у меня психолог-энергопрактик, да? И как бы опыт я уже получила, чувствование определённое. Плюс, опять же, буддистка с 2007 года. А там тоже много всего такого. Вот. Поэтому мне прислали видео, и оказывается, сегодня новолуние. Да? Сегодня новолуние. Сейчас, кстати, особенно как-то стало относиться к определённым таким вот дням. Да? Там новолуние, новолуние — это энергия того-то, да? Потому что в декабре, в декабре, а даже оно ещё и раньше, на самом деле оно началось, но очень так, знаете, издалека, какие-то моменты, издалека. То есть у меня начали появляться новые чувствования тела. Вот. Но я подумала, наверное, так оно и есть. Опять же, да? Не наверное, а так оно и есть. Я предполагаю. Всё-таки я ещё не уверена, но я предполагаю, что от того, что я работаю с чувствами, да? То есть в психологию люди приходят, и мы начинаем с грубых чувств. Если человек не чувствовал или изоляция у него вообще каких-то, да? Мы работаем с чувствами. И сначала мы начинаем грубые чувства чувствовать, да? Когда они там на максималках работают. И чем больше мы вот этот эмоциональный интеллект раскачиваем, тем наши чувства мы начинаем чувствовать раньше и тоньше, да? То есть нам не обязательно, чтобы у нас чайник кипел, как говорится, да? И мы такие, о, вот это я злюсь. Нет, мы начинаем замечать злость, то есть всё раньше, раньше и раньше. Как только там децибельчик вот такой какой-то там поднялся, да? В виде там «мне не нравится» или там небольшое отвращение какое-то поднялось, да? Или вот просто «не хочу» вот на уровне там 1%. И мы уже замечаем это, видим, и уже что-то с этим делаем. В общем, проживаем осознанно этот момент, да? Делаем или не делаем, но проживаем осознанно. И чем больше мы вот такую чувственность раскачиваем, тем тоньше мы вообще начинаем чувствовать. Вот, я так себе это объясняю, и поэтому, когда полгода назад у меня начались новые чувствования тела, то есть я заметила, что моё тело как-то проживает некоторые штуки по-другому. Я такая, о, так я ещё не чувствовала, а что это такое? Там, да, когда вот я, например, в груди чувствовала сильную вибрацию такую, знаете? Вот я проснулась, а ещё ни кофе не пила, и толком не проснулась. А у меня в груди вибрация такая, как будто у меня там, я не знаю, это, как у Порш, там, я не знаю, двигателя какого-то нереального объёма просто завёлся, да? И всё. И вот прям энергии столько, что... Ой-ой-ой-ёшки, не взорваться бы. Не вот так вот, да? Вот. И прям это какое-то новое, то есть такое ощущение, что энергии больше, чем прям моё тело может как будто вывести. Вот. Я сначала замечала не сильно, потом оно как-то всё сильнее. И какие-то новые такие штуки в теле, которые, блин, начинаешь с ними знакомиться и понимать. И вот чем больше я вот за эти полгода, да, как бы, ну-ка, занимаюсь, развиваюсь, да, ничего такого особенного прям не делала. То есть я не занимаюсь, чтобы вы понимали, какими-то там энергопрактиками, да, там, сильно что-то там такое делаю, что, чтобы там... Что-то неконтролируемое было там, да? Вот. То есть я с этим очень неосторожно. Но при этом я начинала замечать всякие новые чувствования тела. Предположу, вас неудобно держать, представляете? Так хочется поговорить. Ох, палец устал. Я вот так держу. Непонятно. Вот. И какие-то моменты они стали уже привычными. Хотя вот я помню, что полгода назад у меня такого не было. И для меня это вообще в новинку. Вот. А сейчас привычно. Ну, сейчас уже стихло, стих этот момент, да, там, другие какие-то появились чувствования. И я помню, на самом деле, все моменты, когда я в первый раз это почувствовала. Так необычно. Когда я первый раз начала замечать конкретные мурашки по телу. Вот, знаете, иногда говорят, ой, мурашки по телу, ой, мурашки по телу. У меня никогда не было такого. Ну, как? Ну, были, например, мурашки, если там, я не знаю, знаете, делают вот такую вот штучку, да. Ну, мне такую делали два раза в жизни, наверное. Потому что я не любитель, когда у меня лазают там в волосах, трогают мою голову и все такое, да. Вот. Ну, или на ухо там кто-нибудь что-нибудь говорит такое, да, и такие мурашки по телу. Ну, это тоже редкие моменты, да. А вот так, чтобы ты разговаривал с человеком, вы поднимаете какую-то деликатную тему или тему какую-то глубокую, да. Или вот часто бывает такое, что когда кейс какой-то разбирается, да, и вот у нас накал, накал, накал страстей. И когда мы выводим гипотезу, да, и план работы с этим человеком, да, у всех такое облегчение сразу. То есть мы сначала напряжены такие, у кого-то эмоции поднимаются разные, да, ну, в поле вот такое поднимается. А потом, когда мы все это как бы вырулили, да, вот это нашли, нашли, и все такие, фух, облегчение в конце такое. Это, кстати, можно смотреть, наверное, на моих разборах, вот это рубрики новой «Глазами психолога». Потому что там тоже я сначала акцентирую внимание, акцентирую, 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 вот здесь, вот здесь. А в конце как бы я даю всю развязку, да, что и как, и план работы вообще вот с этим человеком был бы. И становится как будто, фух, легче. Все, все понятно стало, все понятно. А то прям так напряженно, так напряженно все было. Вот, и вот в какие-то моменты я начала чувствовать мурашки. Причем я вот начала чувствовать, когда повзаимодействовала с человеком таким, который такой, ой, мурашки там по телу, да. Вот я с ней работала, с девочкой, вот, и бывало, что я что-то ей говорю, подсвечиваю что-то, и она такая, блин, у меня прям мурашки пошли по коже. И я помню, что первый раз я от нее услышала, она такая, это значит вот прям, ну, попадает в меня то, что ты говоришь. И я такая, ну, клево, я по ее мурашкам ориентировалась, я говорю, классно, значит, идем в том направлении, да. А потом через какое-то время я заметила, что я сама эти мурашки начала чувствовать. То есть я, бывает, работаю с клиентом, и мы что-то обсуждаем, и я такая, раз, у меня прям по всему телу мурашки прям, да, и бывает или затылок мурашки. Вот, то есть ничего не делают, никто ничего не трогает, да, а мы обсуждаем что-то, и мы прям вот идем в какое-то направление, и я прям чувствую, что тело в мурашками. То есть для меня это знак, ну, приятные такие мурашки, да, для меня это знак, что мы прям вот дотрагиваемся до каких-то действительно тонких живых вещах. То есть вот такое чувствование на таком уже таком, не скажу, что очень тонком, но довольно тонком уровне, вот. Потому что есть еще тоньше, и у меня тоже был уже опыт чувствования более тонкого. Меня этот опыт испугал даже. Я в Телеграме делилась об этом уже давно, уже месяц, месяц, да, месяц назад, полтора месяца назад. Вот, делилась в Телеграме всеми своими переживаниями, которые у меня там были, разные, разный опыт. Ну, на многое мне вообще дало открыть глаза, больше какое-то вообще понимание, осознанности появилось. Интересно. Так что, к чему я это все? Люблю я длинно поговорить с вами. Это я к тому, что у меня довольно широкий и гибкий взгляд вообще на жизнь. И довольно широкий, не скажу, что очень широкий, потому что есть какие-то вещи, к которым я там скептически отношусь, да, вообще совсем вот так. Нет-нет, я даже не хочу впускать и думать, и мыслить об этом, да, но я стараюсь, и вот делать все более гибким. Вот, ну, а что касается нумерологии, астрологии, все такое, это не мои инструменты, я ими не пользуюсь в своей работе. Но если я встречаю нумеролога, и если он рассказывает про какие-то цифры, тем более сейчас, вот вообще в этом новом году, началось это вот в декабре, чтобы вы понимали, в день цифры, там, не знаю, все единицы, 11-11, да, там, 23-23, или зеркальные 23-32, да, или там 12-21, почему-то в какой-то момент мои глаза смотрят на часы, и на часах это. То есть вот все, что касается времени и каких-то, ну, дат, понятно, их можно там как-то, а вот именно времени. Я в день, чтобы вы понимали, ну, раз 10 минимум, обращаю внимание. Вот я смотрю кино, понимаете, вот я смотрю кино, все, вот я смотрю кино, полтора часа идет кино, и смотрю я на время, и 23-23, поняли, да? Работаю, например, я с клиентом, что-то происходит, мы что-то обсуждаем. Смотрю я на время, именно когда вот такие вот цифры все. И это просто сейчас преследует меня сплошь и рядом, везде, вот, зеркальные цифры, вот такие вот все. И, кстати, я замечаю, что я не одна, я когда кому-то об этом говорю, мне говорят, «Ой, и тебя, и у меня вот так началось, и у меня так началось». Причем не сговариваясь, да, я верю, потому что, ну, правда, это, ну, как бы раньше такого не было, не было такого, а сейчас вот прям какой-то ажиотаж. Ну, вот, ну, я делаю там определенные вещи, там, не знаю, делаю какие-то пожелания, или для меня это знак, например, знак, как вот, например, о чем-то я сейчас думала, да, и взглянула на время, а время там вот такое. Значит, я сразу такая, так, о чем я сейчас думала? Сейчас вот это знак про мои мысли, что я там думаю в правильном направлении, например, да, это вот знак про оно, знак. Вот, и я, ну, как бы, так замечаю. Короче, для меня это вообще нормой какой-то стало. Напишите в комментариях, у кого так же тоже что-то такое изменилось вообще. Ну, и, короче, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и к декабрю у меня вот это вот все дело усилилось, вот эта чувствительность, и как раз в декабре, в конце года я сделала определенный выбор, как я хочу, что на сегодняшний день меня устраивает. Сделала выбор, начала действовать, и меня подотпустило немного, но какие-то вещи все-таки остались. Опыт был, как бы, да, его не стереть уже, да, и какие-то вещи остались. Про чувствование, да, то есть более тонкий уровень чувствования появился. Это интересно. Какие-то чувства вообще начали проживаться. Я их стала замечать и чувствовать, и прикольно. Да, интересно. Вот, ну, и сегодня такой день новолуния. Типа сегодня никаких новых начинаний делать, типа, не нужно. Желательно продолжать то, что ты начал до этого, да. А у меня много было начинаний. Во-первых, мы запустили до новолунии вот этот интенсив по нейрографике. Да, я рисую сейчас, да, все у нас тут про деньги. Я сегодня доделала свою карту желаний. Вот такая у меня карта желаний. Мы начали ее делать. Вот, последний поток был с девочками, да, и вот такой подарок. Римма нам сделала такой подарок. Она нам вот такие листы подготовила, там, ручки, клей. И на самоклейках вот такие наши фотографии распечатали. Ну, и всякие разные еще там, чтобы мы сделали вот такую карту желаний себе на 24-й год. Вот, я, короче, затронула все сферы жизни, все наклеила, все сделала. И сегодня я доделала, потому что у меня там не хватало еще слитков золота и денег и так далее. Вот, и все доделала сегодня. Поработала сегодня. Что еще я поделала? Что еще поделала? Поубиралась чуть-чуть. Вот надо сейчас опять поубираться. Денька раскидал, все. Короче, сегодня хорошо бы продолжать какие-то начинания. Сегодня мысль у меня о том, какие следующие ролики я буду снимать и когда. То есть я уже думаю посмотреть интервью, одно, второе, сделать пометки. То есть я уже алгоритм внутри прописываю, как это будет. Может, сегодня я посмотрю какое-нибудь интервью и сделаю пометки уже для новых видео. Вот такие дела. Такой сегодня продуктивный день на новолунии. Завтра не пойдем в садик. Завтра у меня ноготочки. Я наконец-таки эти зеленые уберу. Встретила зеленого дракона. Да, с зеленым и все. Сейчас хочу сделать, не знаю, какие. Либо белые те, которые я делала, либо какие-нибудь такие мятные. Но вот с тем, что я делала. Кажется, таки белые. Короче, посмотрим. На месте решим, как говорится. Вот. Маникюр и педикюр. Это я уже перед отъездом готовлюсь. Пока монтировала видео, я увидела, что я не поделилась с вами. Иду после. Мои переживания все по поводу новой рубрики. На удивление рубрика зашла. И после выхода этой рубрики, во-первых, во время чата мне писали, что очень большая работа проделана, что очень много полезной информации, очень интересный взгляд. И много кто что для себя взял. Для меня это, правда, было слышать очень ценно. И во время премьеры, пока я чатилась с девочками, постоянно были люди, которые смотрели онлайн. И писали только хорошее. Вот. Хотя я готовилась к какой-то критике и хейту. Вот. Но меня поддержали. Вообще большое спасибо за это. Потому что это, правда, это что-то очень важное, чем я занимаюсь сейчас вот с этой рубрикой. И потом в течение там, не знаю, нескольких дней не было ни одного хейтера. Ни одного. Ну, а потом были хейтеры в плане такие, как говорится, неконструктивные, а просто, которые херню какую-нибудь там ляпнут, как обычно. Да? Типа там волосы, а еще, а то. Вот. И так далее. Или придумывают вообще из пальца, например, что-то. Я там, например, в видео сказала, что я смотрела, на самом деле, вот подсела, на одни разборы одного, а только психолога. А те другие, которые я смотрела, мне не заходили. но почему-то там один из хейтеров решил, что я обсираю других. Ну, это вообще разное. Если мне что-то не заходит, это не значит, что другие плохие. я просто сказала, что мне не заходит, да, подача, формат, это все должно сходиться. Видео может быть классное, качественное, но мне не нравится, как человек говорит, и что он говорит. Мне не нравится его подход. Это не значит, что он плохой. Мой подход тоже не всем подходит. Я, например, позволяю себе материться, и тем самым я определённый, притягиваю тем самым определённый пласт людей. То, как я живу, то, как я мыслю, я тоже притягиваю к себе определённый пласт людей. Сильно людей морализованных или, например, сильно те, которые там живут по каким-то правилам, я либо оттолкну, потому что им не нравится вот моя гибкость и всё такое, либо я их, например, привлеку, потому что они захотят тоже получить такую гибкость, и как оно, и что, и, да, вот ты вот без правил так живёшь, да, и ничего, никого не боишься. Да, ну, у меня есть, конечно, свои какие-то правила, да, но те, которые я сама себе уже придумываю. Хотя такой момент, пока не осознаешь моменты, ты не поймёшь. Уж сама себе ты придумываешь, или не сама. В общем, интересный процесс. Короче, рубрика зашла, я поняла, что это надо делать, и я продолжаю. Так что я очень радовалась, очень радовалась обратной связи. Спасибо вам всем за это. Продолжайте. Продолжайте давать свою прекрасную обратную связь. Меня это только бодрит, растит внутри крылья, чтобы я продолжала делать эту рубрику для вас. Всё. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok